Ну что ж, друзья, презентация завершилась и мы наконец-то добрались до главного виновника сегодняшнего торжества, Влади. Да, я признаю свою вину, это получилось все из-за меня. Альбом записан, презентация прошла. Какие сейчас ощущения, что чувствуешь? На самом деле, две последние недели для меня были адом. Мне этот концерт мерещился во сне. Я не знал, как убить время, как дождаться 3 апреля. Ничего не мог делать нового, мог только репетировать, зубрить текст. Я как начинающий артист, как сольный персонаж, для меня все эти шаги как в первый раз. Несмотря на то, что с Хастой мы 15 лет, уже всю эту движуху держим в своих руках. Сольная история – это нечто заново волнующее. И я очень рад, что концерт прошел, состоялся. И у меня теперь берут интервью. Скажи, пожалуйста, вот третий сольный альбом. Обложка первого альбома была под такой большой шапкой Касты и с таким аккуратным вкраплением Влади. Обложка второго альбома уже ознаменовалась равнозначием этих двух имен – Влади и Каста. А на обложке третьего альбома название группы Каста уже отсутствовало. На первом альбоме там было много фитов. Там Хамиль в каждой второй песне. Там есть и Шим. А, Змей еще не было в Касте. На втором альбоме есть трек с Кастой. Он там есть. А на третьем просто нет трека с Кастой. Вот поэтому. Где черпалось вдохновение? Мне не хочется делать музыку деструктивную. Я умею делать деструктивную. Мне хотелось сделать музыку, которая одобряет действия человека, которая помогает ему на что-то решиться. Вот у него есть какая-то штука, которая уже давно засела, и он никак не может с ней разобраться. Вот мне хочется, чтобы в какой-то моей песне он бы нашел для себя такой рычаг, который бы его сдвинул с мертвой точки. Скажи, пожалуйста, вот касательно звука на альбоме, вот это музыкальное направление на сегодняшний день, мы можем его расценивать с твоей точки зрения? Это эксперимент или это уже некие очертания нового стиля сольного артиста? Ну тут ничего не поделать. Я люблю многие хиты, которые в современном звуке сделаны. А с тех пор, как я их люблю, как я их полюбил, мне уже не важно, какие там барабаны, какие там продюсеры. Просто я уже это люблю. Поэтому я каким-то образом это и в своем творчестве отражаю. Есть такой рэпер Бастер Раймс, он делал такой классический олдскул. Кстати, это было в те времена, когда олдскул был ньюскулом. Делал как все, а потом вдруг он стал делать совсем по-другому. И даже люди говорили, ну да это не рэп, он кривляется, он смеется, он над нами смеется, он обезьяна. А потом эти песни стали становиться хитами, классикой. И Бастер Раймс, ну это реальная легенда. И никто не сможет сказать, что это не хип-хоп. Именно он двигает хип-хоп вперед. Скажи, ну вот искренне. Действительно нервничал сегодня, перед сожалению? Перед концертом была, ну просто, мне в какой-то момент казалось, что, может быть, перенести. Ну я не знаю, ну как-то вот был какой-то момент. Я смотрю, что диджей не слишком почему-то четко там попадает. На самом деле все было нормально, это просто такой нервоз. У меня сольная история, это для меня неожиданно, необычно. Как только я вышел на сцену, это начало уменьшаться. И к третьему треку я уже был как у себя дома. Выловили двух девочек из Ставрополя, очень трогательных. Они вот с этой обложкой рассказывали мне, что для них они росли на этом, для них это все легенда. У них настолько вот горели глаза, они прямо эту обложку ближе держали. Сказали, что приехали за автографом. Я спросил уверенно, они что, ну, сегодня этот автограф получил. Они сказали, не знаю, в Ставрополе был, мы получили. Я взял у них эту обложку, чтобы ты на ней расписался. И вот мы решили, что мы им тоже, в общем, продолжим ту добрую волну, которая идет с пластинки. Ну и тоже свое маленькое дело сделаем. Но в любом случае тебе огромное спасибо и за презентацию, и за альбом, и за твою открытость, за то, что уделил нам время. Мы тебе, естественно, желаем огромнейших успехов. Пусть это все будет как в первый раз, и мощнее, чем в первый раз. И только вверх, от всей души тебе этого желаем. Спасибо тебе.